Девушки отдыхают... ... 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 помилуй нас. Аминь. Отче наш, извести на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле. Хлеб наш насущен, да швы днесь, и остави нам, ноги наши, яку же не расставляю, ложником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Твое, Сыне и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Замоли Твое, причистоте Матери всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божья милость, и будь не грешен. Создавь мне, Господи, помилуй меня. Божья славится, грешил, Господи. Прости меня, грешеный, и помилуй меня. Я хотел вам сказать, молодец, босточку. У тебя босточка-то закрыта. Покажи. Тут как убедились его. Вот что на какую работу сделали. Я хотел там материю или бумагу красную. Владимир говорит, надо покрасить. О, пожалуйста, глядь. Леша пришел, и с ним коза. Поведи интересно как. А не видно? Не видно, да? Ну, немножко так. Вот оно, видать. Он косят траву там, у Надежды Васильевны, и коза. Козочка подошла, рядом стоит. Вот деревенская жизнь. Я хотел сказать сегодня о Малове. Крест взяли красную. Но мы не знаем, что из этого будет. Это будет привлекать внимание. У тебя поставили здесь крест. А когда первая идем там, первая келья, ну, как корову идти, из земли она там взяла, двое с пластов. Крест, и сверху его колючая проволока, как в виде садетов. Как малая, как много значит. Малая много значит. Ты вот в истории, припомни где-то. Наступает враг, одерживает победу, пленных миллионы. А результата нет. И одна девчонка, какая она там, может быть, лет 9 была, и она оказалась в работнице, как пленная у военачальника, а начальник прокаженный, маршал. И она хозяйке говорит, вот, если бы вы в Израиле были, там есть, есть такой человек, который лечит не и лекарствами, и какая-то там вакцина Медсуды изобретенная, но, словом, он обращается к Богу Иегове, Яхва. Она мужу пересказала. Это действительно? Мы захватили весь мир, но нигде этого нет. Девочка, которая у нас, она это сказала. Странно. А как его, два человека, этого Елисей, и он собирает экспедицию, нагружает все, что только может. Богатство, одежды, приходит. Он заранее представлял, слышал, как это делается, когда хотят кого-то почтить, выходят, здороваются, руки положат на него. И ничего этого нет. Он говорит, видимо, через слугу в Езе, пусть пойдет, и там, Георган мимо переходить. Семь раз окунется в него, вылезет, потом еще раз туда в воду зайдет. Понятно? Плохо, когда у нас есть какая-то определенная система, вот как у старообрядцев. Они не могут никуда. Два пальца, все. Два пальца. Фотографируется их, митрополит стоит везде, епископ. Повстанческий вызов под одеялом. Весь мир знает. Это старообрядец. А почему? Он не хочет понять. А мы старый обряд. Ну старый, в 989 году выскрестилось-то. Вы оттуда взяли. В 989 году почему вы отбросились? Стало, это же вернулся к апостольским временам. А было ли крестное знамение? Предание, говорит, было. Ян Затонус, говорит, крестное знамение изображали одним перстом. Какой рукой? Тут не надо говорить правой всегда предпочтитель. Одеснуем, я, Одеснуем, главное. Ну все, левшая-то уже считается из общего ряда. Выходит. А какой палец? Ну как у нас самый главный? Какой палец нельзя работать? Откнуть пальцем. Ну не этим. Не этим. Даже не написано, но так догадывается. Вот старый, значит, вернулся туда. И вот эта маленькая девочка, как она в них там жила, как она молилась, как верила. Но она принесла память. Память о Родине. И от всей Родины она рассказала только об одном человеке. Этот человек был ученик пророка Ильи. Позавчера мы как раз день этот отмечали. И вот он пошел и разгревался. А что у нас река хуже, чем эта? Да у нас там течет такой Депр, а у нас там течет такая Рейн. Да мало ли что. Может быть, Амазонка больше? Ну, однако, и слуги говорят, ну, великая потребов бы, если он сказал, ты бы выполнил, чтобы проказа сошла. Да, да как он общался, других не заражал. Вот еще вопрос-то. Прокаженный должен быть за городом, никто к нему не прикасается. Отдавали ему честь, подходили, видели прокаженный. Тут сколько скрыто всего. Я представляю, как он начинает раздеваться, слуги стоят. Позор-то какой. Начальник, представь, Георгий Константинович Жуков вдруг раздевается и при всех начинает упасть в Виордане. Раз вылез, еще нет, да не еще нет, ну, хоть одно пятно-то исчезло, да нет, отряд сметана натерся сегодня. Меня как обжигает, когда. Ладно, второй, третий раз опять выходит, он как, ну, надо понимать, как на берег человек выходит. Окунуться надо с головой. Проказы это на лице в первую очередь. Я вот уже шесть раз вышел, скрипя сердце, уже, уже, и не рад ничему, и вышел оттуда, и как у младенца тело обновилось. А что началось? Господь посылает воина покарать Израиль. Но за этим никто ничего не видит. Покарал Господь все. Пленные, плен, это страшнее войны, плен страшнее всего, говорят, с операцией. И вот теперь эта маленькая девочка, там, неизвестным именем, где-то, она вошла в историю. И на это событие, Господь говорит, много было прокаженных, но почему-то язычники селился они в Израиле. И дальше уже и гиезий будет, проказа пойдет на него, из поколения в поколение, по сегодняшний день это живут прокаженные у потомки. Ты понимаешь, сколько здесь? Малое, научиться надо ценить малое. Потрясает буквально всех ужасом. Выходит, Голиаф, кто со мной сразится? Какой щелубей? Пересвет, осляпи, кто выйдет? И вдруг пастушок какой-то. Ему сразу одежду как воин надели, тут автомат ему, здесь запасное ночное ведение, свет, все как надо его сделали. Вышел, неудобно, не привык, а так ходить. Пастушонок! Когда пришлось его помазать царя, то сколько сыновей прошло Елисеевых? И он спрашивает Самуил, а у тебя еще есть сыновья? Все здесь, все, больше нет, я хам, ну, он пастушонок он пастет, 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 пастушок, все, не так не скажи, пошел и сразу тури, муам, и у мим, видимо, засияли, как показывает, камни, свет, и на него лучи сошлись, и он его помазал. И он идет с собой, берет оружие какое-то? Нет, обыкновенная проща, по-нашему сказать, почти рогатка, заложить ее и кинуть, и камушки, опять ко мне, здесь сколько сокрыто, самым малым ничтожным, я припомнил это, пригласила в гости к себе в Барнауле Нина Александровна Жолмарова, а у ней сын работает, самая нехорошая работа, они водку продают, и государство там все официально у них оформлено, двухэтажный особняк, и у меня стихотворение, я хотел сейчас чтобы Болодя нашел, но не нашел, я ходил там в акулий полигон, я называю, для акулы развернуться, я хожу и мысленно примеряю, вот здесь бы я расположил нары, вот здесь бы люди были, вот здесь дети, дети занимаются, вот здесь бы моя студия была, я ей все рассказал, она когда стала считать, дошла до стихотворения, я поняла, что это про мою квартиру, она сейчас в клочках ушла оттуда, самое маленькое, вот огромное, огромное событие совершается в мире, иногда совершают ничтожность, уничтожают, пророк Илья, никого не боялся, если Господь Бог есть, Ему служите, если Вал, Ему служите, долго не хромать на оба колена, на оба, что означает, то есть, ни там, ни здесь, самые несчастные люди, которые надеются на Христа только в этой жизни, дай, дай, помоги, самые несчастные, и женщина какая-то, и заверь, и зыщица, она так напугала, что он через всю страну, не останавливаясь, прошел и ушел, ворон кормил его, а кого испугался, женщины, женщина уже, народ обратился, все уже, ревизия прошла, ГУЛАГ позади, женщина, вы думаете, почему так сильно Горбачева упрекали за Раису Максимову, никогда это не было принято, так ты все слушай, не слушайся, вот тут ее, женщина, и она разрушила все, мы знаем, Ирод, даже арестованный, когда был, прислушивался к Яну, и может что-то менял в жизни своей, но вот рядом появилась женщина, и она все разрушила, ты знаешь, как ее зовут была, кто она такая была, это прелюбодейка, как ты это сейчас на имя употребляешь в своей бывшей пассии, у него сколько жил было, любая красавица, и она была бы на постели, но однако он решил у брата отнять, при живом брате, если бы он был умерший, тогда бы он мог взять по закону еврейскому, но брат был жив, он отнял ее, и она что, стекла голову, но она сама не рубила, она воспользовалась моментом, есть такой фильм показан, когда дочь Иеродиада, Библия не сохранила ее, она говорит, Соломея была, как она танцует, видел? Это вообще, действительно, было с чего, как в голове закружится, как она постепенно сбрасывает десятки одеж с себя, достается наконец, буквально бюлгартеры, стримберы свои, и в это время поплыл, и, с чего хочешь, почему? Это означало, раз понравилось, она должна быть его сожительницей, дочь Иеродиада, хорошо поставлена, какую избрали, как она танцует, каждое движение, шаг, как играет музыка, какой фолк все это высвечивает, это надо было видеть, как он, походливые глаза, как он весь пополз, что женщина, ничтожная, презренная, пророка решила головы, величайшим из пророков, мы знаем, что были люди, да и сейчас есть такие, допустим, бруне, султан, он называет, сколько у меня, 1850 комнат, ему надо, даже комнату, открыть и посмотреть, уйти, 1850, это что, и как было где, что, ничего нет, мало, воспользоваться надо, вот я жил, для других-то я не знаю, где мало, могу сказать, что много слышал, очень мне понравилось, житие Иеронима Стридонского, в 420 году умер, Вифлеемская пещера, кто он такой? Епископ, наверное. Кто? Епископ, нет? Да нет, конечно, никакой не епископ, вот мы почти больше всего из всех святых Златоуста, а западная церковь, его, Блаженного Иеронима, и он там, в Вифлеемской пещере, 30 лет находится, 30 лет, и переводит на латинский язык, Библию, рядом с ним евреи старые, он изучает их еврейский язык, тщательно, маленькая пещера, и коснулась всего запада, совсем маленькая, а были какие полигоны Акулии, вот я жил в Барнауле, и живу еще сейчас, комнату у меня по стенам обмерили, 12,8 квадратных метров, она известна во всем мире, а почему? там насчитаны были почти 50 км, и Златоуста и прочее, там находили на 12 квадратах, приезжали люди, около вокзала, днем и ночью дверь не закрывалась, одно время, Надежда Васильевна куда-то уехала, я эту дверь перестал запирать, и все бомжи с вокзала потянулись, оповещены были, приходили, спали, ели, уходили, и все, что-то неслыханное, для меня, ты видишь, как я осторожен везде, и вдруг, я меняю тактику, и когда приезжали, отлетись седьмого дня, проповедовали, там Вадим Бутов, главный у них был, профессор вроде бы, Зоукская академия, отлетись с седьмого дня, и подходит ко мне мужчина, такая седая борода, окладистая, представительный, подошел, поздоровался, улыбается, вы меня, наверное, не знаете, забыли, первый раз вижу, я бомж, который к вам приходил, обеданно выходил, я бомж, опоздал, пришел, вот и все, я мог никогда его не следить, если бы он туда не пришел, православный, это Бог делает так, ничтожная, маленькая комнатка, 12 квадратов, и у меня в том студии была, там меня два раза арестовали, в этой комнате, маленькая комнатка, ты на этот столичник, посмотри, его делаешь, какой он, вот, и вот, посмотри, большой дом рядом, и там ничего нет, а почему, ты просто думаешь, малая, малая и женщина, вот здесь у нас все устроено, и спать много, людей могут приходить, отдыхать, и, вот если что, можно вот здесь постелить, там, утром опять взбер, убрал в сторону, вот так, если появится здесь женщина, хозяйничать будет, этого ничего не будет, она все свернет, ты понял, ты понял, ты понял, женщины, никогда, нигде, ни под каким видом, нельзя давать власть, никак, она должна, вот по одной плашке идти, муж, это скала, это грань, где она, обеспечена всем, показал уголок, где тебя ночевать, вот и вместе со всеми, а не так, что одна, и ради чего-то, и все разрушено, не приведи Господь, вот она рядом живет, она нигде не вмешивается, что нужно, дал ей, она обеспечена, и дома, и через стенку, а кто так понимает, что удивительно, Жириновский Владимир Вольфович, абсолютно, мои славы повторяются, после 55 лет, женщину можно свободно называть дурдом, дурдом, психиатрией, вот, дальше, дальше рассказывает, о домашних условиях, где-то он открытый такой, махершинник, но он один, я считаю, в доме, он один из самых умных, и он манул, манул, где-то на него что-то не так, он умеет пользоваться, я сегодня на это хотел обратить Иваню, насчет вчерашнего креста, ты манул, я вчера начал делать, ты уже делаешь мужскую работу, это дрова колоть, это тоже мужская, но ты теперь там делаешь, и подведи, Игоря заранее повезти, субботу, воскресенье, тебя, воскресенье, это само собой, субботу, нигде, никак, я занимаюсь своей душой, ты понял это? Я тебе маленькие говорю, из-за этого маленьких, бывает маленькая косточка, поперек становится, и все, человека нет, я лежал в больнице, и там большой стенд на стене, что из трахеи, мы вытащили, у детей пуговица, булавки, косточки, игрушки какие-то, я даже знаю, артилия не говорила о том, он подавился этой кости, мы дети никогда не даем, поэтому мы даем маленькие такие косточки, маленькие, но в маленькие иногда заложено все будущее, кто думал, что малое зерно, которое Христос бросит, разрастется на весь мир дерева, горчичное зерно, там совсем маленькое, я не знаю, это не наше горчице, это дерево, и бывает больше других дерев, но сегодня хватит, Богу славу, Господи Иисусе, Господи Богу, садись, сухари, это мне из нашей муки напополам, я отдаю щукина, нянила Алексеевна, и она пищет хлеб, вот это, который здесь пекут хлеб, она не развалится, я только положил, вот сейчас я покажу, как, я не могу, вот оно, все, пожалуйста, без зубов, под ними губами можно поесть, и вот она впитывает, сколько, два раза обмакнул, два сухаря, половина кружки уже нету, сейчас дам, сейчас дам, дам, откуси меня, не рвись штаны мои, все, благословен Господь, во славу Божию, садитесь, вот,